Эй, всем привет! С вами Никита Сумакакайта, я продолжаю играть в модификацию под названием Бесконечная Дорога в Припять. Итак, теперь начался четвёртый день, мы теперь на Янове, и думаю, можем ли как-то мы повлиять на группировку Долг или Свобода, чтобы их помирить, там, допустим, вот, мне интересно, ну, очень на это хочется. Ладно, давайте дальше читать, вот так, напомню, да, как я сказал, уже четвёртый день, мы вот проснулись, и сейчас начинается новый день, и впереди неизвестны приключения, давайте же всё-таки ознакомимся с ними. Когда я проснулся, Лена уже не была, она вновь исчезла, самую раннюю, в отличие от Скадовской, Тихий Звуки Радио, у нас здесь уже не снизу, а сверху. Угу, да. Правда, музыка здесь была более бодрая. Я проверил ПДА. Блин, вот хотелось бы, чтобы была музыка такая тут-туду-туду-тудут-туду-туду-туду-туду-туду-туду, но музыка бандитов, на самом деле, из чистого неба. Я проверил ПДА. Координаты ящика и точки эвакуации были надежно спрятаны внутри компьютера. Угу. тут если честно в этом мы выяснили что тут есть какой-то груз его надо захватить не считай сегодняшнего осталось всего два дня а подождите стоп а шесть дней неделя а блять точно египтики водите что то есть 7 и подумал ладно не считай сегодняшнего осталось всего два дня время действовать нас это раскрывать свои цели перед лидерами группировок не вот этот не надо я не буду делать них его я бы этого не сделал я поднялся бар где уже имеется значительный перевес в сторону долго видимо ранее подъем являлся частью дисциплины о вон он был один который встретил нас ночью махнул мне рукой иди сюда электроник он поприветствовался подождите нет же так стоять подождите он разве поприветствовал все нам я чуть не заметил а блять точно извините я просто я никак не вспомню что я же помню он не приветствовался я подумал откуда блять он за счет электроник она же и точно блять она же сказала электроники как-то это не подзабыл чуть молода давайте дальше читать был один который встретил нас ночью махнул мне рукой иди сюда ком сумея гатология электроник стоял задним и столиком своим идеологическим соперником в черно-красном костюме и кепки со звездой девушка в кепке опять пока долг выигрывает доброе утро сталкер а ты кто такая а вот эту я ее не знаю ты на такая вот это давайте же а я же ее видел в это в группе вконтакте точняк вот оно что доброе утро сталкер поздоровались со мной дал должанка должанка долгожданка познакомились со мной должанка вот именно мы кстати вчера не познакомились или электроник 5 вот 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 именно вот я насчет этого я как-то забыл то что его лифт ну как вам сказать уже не поприветствовался блондин возьмем меня руку пионер после рукопожатия сделал шаг к стене чтобы мог стать за стол рядом с ним пионер это по нашей части пантера с этим сексуальные имя для такой девушки ну правда крепкая уверенная рукопожатие эта девушка явно была сильна не только духом на фоне нее электроне совсем ребенком а ты пиздюк на эти двое выглядели приветливую вовсе не казать фрагами друг другу ничего еще не ничего еще не по вашей что ничего и что ничего еще не по вашей то по моему запятая нужно до или что и ничего еще не по вашей это типа так сдаваться ты брат к нам надолго убежище ищешь товарищ или заработка разговор с представителями с раздухий фрук подвернулся крайне удачно самое время определиться чей помощи вы спрашивать товарищи но не здесь мой путь лежит припять хотя сами в зоне получается только четверто утро по т.к. театрально сняла кепку и гриво затеребила левую косу 4 и уже на янове не как как тяжом ехал с медалкой я так я определился что такое когтеж на самом деле извиняюсь я вообще впервые это слово слышу так что для меня это пополнение для знаний если кто не знает когтеж это многочисленный выезд на животных или машины строя из двух или большего числа транспортных средств организованы для совместной показательной поездки участников мероприятия либо для перевозки диза нуждающихся в государственной и частной охране но это понятно ладно хорошо я это уже понял так это выходит 4 уже на янове никаких никаких как же не как как тяжелом ехал с мигалкой ага блять час на скадовский побывал 3 утра все-то маршрутка и по воздуху на на маленько плюкнулась бывает видать не самый бедный раз центру зоны таким транспортом добирался не смотрю чужих как мандарагуша богатые люди на большой деле земли сидят в зону не лезут говоришь товарища ищешь прямо в припяти пантера не как нет реагирована дорогу что мне немного удивило до последняя молва о нем там обрывается вы не знаете кефа уйти хватит уже что-то раскрывается моя компания покачала головами она и видно кеф хоть и известный моих кого в человек никогда не был зоне до припяти дайте можно но сложно у нас понимаешь своих дел полно что ты хочешь тогда что тебе заплатить что ли конфликт на конфликте что-то не похоже что вы ссоритесь конечно слабо да понимаешь так и хочет тумака сама такая пантака постучал костяшками пальцев по столу взглядом и на коллекторами с вами все же стоит следить а что подождите ну да тут видно а я не помню если честно в этом сталкеры зов припяти как бы там в хорошей концовке же мы долг и свободу мир им же прям сильно и я что-то такое припоминаю если честно да не боись ты так мы с электроником исключение из правил больно нравлюсь этому году а а по твоей теме никто сейчас их запирал до припяти не полезет не охота на ядове перемирия рушить ведь она рухнет сколько лисе не говоря она отказывается на мировой идти диалоги так и сидим надеемся что друг с друга не пересечемся вне станции так и сидим надеемся что друг с наберитесь не пересечемся вне станции мы люди простые в кого прикажут того стреляем а пока возможность есть надо дружить правильно правильно и все же пианик сходи к 2 ч может она придумает как помочь снаряговать я конечно не для дальних входок от нашей бригаде мы бы тебе выдали ты смотри какая красавица моем отряде мы бы тебе уж вот только города похлопала себя по бицепсу скрытому под черным рукавом электроник стрельного глаза класс девушка рассмеялась на быстро посередине чего клопнув по столу а что мы сидим голодный сейчас насельство разгонит а мы не евши вот и сидите на диете и за пантерке из нас вышел рожеволосая девушка уверенном шагом сухом канальце сверли электрониками глазами так жутоботик халтурим доброе утро пантерка добро так почему халтурим вот новенького вербуем потихоньку вербуем это кто кого еще вербует 10 с прищуром посмотрела на меня женский прищур к четвертому дню в зоне стал ты мне однозначно плохим знаком как звать пионер очень приятно пантера наш комсомол нашего пенера чтобы и не не поняла а это что вдруг он сам придет не придет проследим я положил руку мне на плечо не пойдешь все комнат на шее сейчас затягиваться будет пантера недовольно сложила руки на картины не смотрю так она не смогла сдержать их мылки не завидуй кепка лица может позавтракаешь нами девушка не ответила она еще не глядела на нас девушка не ответил она уже не глядела на нас смотря в сторону она неосознанно сжала руку моим на моем плече в бар медленно входили двое членов долго крепкий мужчина с такого вида дома черно-красном облачении электроник поедим в кабинете руки в ноги рыжая быстро вышла из-за стола развернул стопа до свободовской части станции шустро зашигала к нему владел обошел меня посмотрел на спонтера извиняющийся взглядом поспешу за своей команды командирший комсомолка медленно шоу баба внимательно слушая своего подчиненного крангаза заметил как пантера смотрел на ее благовением и огромным уважением должно быть именно такие люди были своими ценами в долге ладно мальчик мочам я все поняла можете мочам так ощущение как будто создатель почему-то делает отсылку на посту хотя чем ладно мочам я себя вспомнил типа мол мара кайта ладно ладно мочам я все поняла можешь идти виде долго подошел к нам строго в виде амени я давно не стоит сколько же маска на несколько эти четыре дни так добро добро как твоя гарден нормально сок уже оправился остальные тоже в здравии отряд полностью боеспособен отлично трога искал тебя в штабе что-то по поводу оружие поняла дело не ждут пантера надела кепку отдала честь многозначительно глянула на меня искриваясь долговской части лагеря так давайте знакомиться немножко поближе комсомолка молча положила на стол сверток из фольги на секунду замерла задумалась решать стоит ли довериться где долго развернул фольгу демонстрирую красиво нарезанным источающие у пом ensl une aromat аромат что папа подождите ридер долго заживно фольгу демонстрация демонстрация предоимая прочитать бы ведер долго развернула фольгу демонстрируя красиво нарезанный источающие помрачительный аромат бутерброды с колбасой мегафон был уже жадно потирала руки ну что боец вчера особо не успели познакомиться видела анархисты к тебе уже примазываются помаленьку комсомолка пододвинула ко мне еду интересно она сама их нарезали такие обожатели как пантера бери не стесняйся как зовут пионер я взял один из трех бутикбродов опа 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 вот кстати здесь красиво нарисовано если честно вот если с точки зрения смотреть зарисовки вот мода выглядит очень клёво честно у меня сзади это хотя бы я хотел сказать откуда баллон я взял один из трех бутикбродов мягкий ароматный хлеб конечно зоне нет ни заводов не печей хлеб явно не сегодняшний но у друга видимо есть выходы к самым свежим батонам и возможных они забирают все таки и они как это хорошо мы таким мы таким всегда рады и очень успела немного пообщаться с вашим проводником она сказал что-то в наших краях недавно верно верно подтвердила кстати мне это напоминает знаете что пересечение с оригинальность только славе не хватает здесь вместо ульги дмитриевны подтвердила не спеша расправляюсь с угощением стараясь растянуть удовольствие комсомолка смотрел на меня серьезным изучающим взглядом с какими целями на нашу станцию как промежуточный пункт только что вашему рассказал что мой товарищ пропал без вести в припяти я хотел узнать что с ним случилось припяти могло случиться что угодно мутанты аномалии монолит насколько мне известно там нет безопасных лагерей спрашивал уже не знает ли кто спрашивал уже не знаете кто твоего друга спрашивал не знаю я бы могла помочь но нам тоже понимаешь лишние руки не помешают или тебе или все слова больше по душе немножко взял пути будет принялась его есть не отводят меня глаз блин какие у нее красивые глаза вы только посмотрите красноватый оттенок волос дамы перекрасьтесь в красный цвет это реально приманиваетесь у вас такие волосы и такие красивые глаза я рекомендую дальние хотя в любой цвет волос можно можно но красный прям блин мне нравится мне красный черный цвет волосы нравится но не вот художникам кстати вот сейчас вот пока есть возможность я скажу художникам большое уважение потому что акты сделаны суперски вот правда девушка взял бутерброд в нее всего есть не отводят меня глаз я бы хотел сохранить нет родитель на помощь с личным делом конечно сильно повлияло бы на это решение бутерброд исчез и комсомолка положил голову на руки мягко улыбайся приятно это слышать мы таких серьезных экспедиций пока не планируем но когда соберемся про тебя не забудем ведь это нас не забывай бах стал наполняться представителями разных группировок с одним из подводцев вышла славянка и они хмуро беседы о чем-то устроились за столиком наверное это касалось гонца а я забыл что тот крест был поставлен электроником а я нет блять у тебя хорошая проводница такие люди не должны ничего нуждаться потому что помогать честным сталкером только нот или осталось честных комсомолка посмотрел на долговский столик четыре человека в черном и красном один из них вы за скелете которые ей это то которые я не видел даже на фото да ладно соли на выглядит правда еще бы может припять приедешь в таком же а кто за его знает за скелетчик заметил на себе взгляд командира взял со стола шлем он направился направился в нашу сторону кстати вот тут буква в я не знаю надо все-таки ребята хотя тут больше контакта что ли выходит ну ладно надо было проверить все же взял со стола шлем он направился в нашу сторону остальные члены долгу провожали бронированного товарища бронированного товарища взглядом он шел медленно и шумно на улице не было гордылевые хмылки напротив суровый взгляд подчеркивался широким шрамом на щеке это был ветеран заслужившую свою броню что такое макухита а хотя я новую кличку беру это я в зоне все макухита это будет моя кличка в зоне если вы услышите это в сталкере знаете это я вот сейчас что такое макухита а он обращается что такое макухита товарищ майор бойцы составляет стратегическую карту хотели узнать ваше мнение ковсомока посмотрел на меня на оставшийся бутерброд снова на меня последний твой извини сталкер долг зовет давай я пожру тут дизель долго присоединяю к своим людям склонилась над столом внимательно слушая каждого из подчиненных я остался наедине с бутербродом по долгу раздумывать не пришлось что бесплатно то в год ладно странно ладно без пошлих мыслей все правда уже заканчивалась еще я заканчивая завтраком и заметил как из арки в бар выглядывает электроник он увидел меня все за тем же столом и стал приближаться в лицо его было тревожным дело есть слушаю 2 ч сегодня не в духе она всегда если за таком свечет комсомолку не в духе сказал что пойдет тормошить ученых опа кстати 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 а зачем тормошить ученых что она хочет не понимаю сказал что пойдет тормошить ученых может у людей науки есть хоть какая-то возможность организовать экспедицию в припять тем более что это в их же интересах ну да и в какой-то стороне сходишь я бы сам сходил но она же на меня все свои дела повесила до сюда на ладонник так стоп подождите я протянул блондину свой туда он быстро накликал как-то поставил метку вот здесь а ведь я сам хотел туда тебя сводить передай евгении семеновне от меня привет евгений теперь понимает это будет я же видел если честно вот как это скриншоты все ну если два чета ключи ладно тут пойдем пойдет со мной то что посреди зона романы строишь не наговаривай если не знаешь электроник испуганно обернулся в долгольской арки станции и птиц колотить кстати а а евгения точно то есть подумайте евгения семеновна ну а наши в оригинале как бы ну знаете электроник же ее любила немножко спойлер скажу кто не играл то есть извиняюсь но да и тут это добавили короче есть или перечитение с игре и на ум не тут нравится электроник испуганно обернулся до узкой арки станции ну ладно найду эту рыжую а есть что передать электроник занят ничего сильнее прежнего подбирать свой анализе к возможной реакции начальства на них передать что черные что-то про наши склады разнюхивали в баре на дому срочно вернуться что еще раз передать что черное что-то про наши черные передать что черное что-то про наши склады разнюхивали в баре надо мол срочно вернуться а парень и глядел мой рюкзак прошел со взглядом по оружию ты при протронах а что она без боя не пойдет все может быть ладно буду должен короче это странно если честно хотя пригодится оружие птиц колотить сколько тут идти то ладно буду должен короче только вернее а то я не знаю что и поделать ведь она электроника собрался в путь прошли на данный момент ни одна из группировок не пойдет до припяти просто так мои доводы могут их не убедить о музыка стоп наконец-то ambient хороший ну-ка заслушаюсь чуть по моему то это вот будет подходить а вот ученые на не скорее всего не самые лучшие бойцы есть их охраняет военно это придется попереживать за сохранность легенды обходя ржавые наводящие тоску вагоны недвижимых поездов я перешагиваю через рельсы по которым уже никто не поедет весь этот металлолом был совершенно не нужен обитателям янова уже привычная болотистая местность опять музыка что случилось серое небо проглядывается между туч ветер гуляет по станкам от составов дорога до лагеря ученых была довольно короткой через какое-то время слышал перейти шум слон отопыт множество ног пробирать через высокие кусты с такой связывать как можно меньше звуков чтобы не привлечь лишнего внимания наверное можно было бы просто обойти это место но без детектора на море далеко не уйду и лучше следовать намеченную рекламником пути это верно или заметная тропа с примета травой и несколькими ржавыми болтами безопасно следует пожалуй взять несколько болтов себе но так чтобы не нарушать видимость тропы не нарушить для видимой стропы знакомый риск мутантов раздался после громких хлопков знаете когда в аномалию попадает ша после подобное никак не мог позволь себе пройти мимо тропа перевела меня к поляне которые а это ша она это кто-то там ну ладно я подумал это мутанты если честно после подобного эти как не мог позволить себе пройти мимо тропа привела меня к поляне который наблюдал из высокой травы так как же волосы девушка по муфляже было как жена мутантами ни хрена себе как же волосы девушка к муфляже было как жена мутантами однако они не нападали вернее не успевали напасть леса злобно ухмыляясь и хохоча от финалого тяжелым каблуком армейского сапога бегущая на нее плоть уже мчащегося от нее прочь монстра она придавала ускорение стрельбой прямо над головой хрена себе блин вот уже и могу кто-то пошел мутанты носились по поляне с дейским риском полным беспомощности и страха они продолжали попытки наступать по одному на разворачивались от удара и разбегались разные стороны вот бы так вот сталкеры знаете в ебать и одна плоть помчалась прямо на меня блядь и ты так и ты и ты врешь и ты врешь давай очередной мутант получился боком от леса после чего она заметила меня все заняло лишь несколько секунд девушка быстро прицеливаясь вплоть выстрелила но монстра это не остановило дистанция между нами сократилась да и неприятный пинай я скачал несколько шагов в сторону резко ударил сапогом височную область плоти то неуклюже развернулась упала подогнув переднего уже встал и получалось вперед именно этого заведев пополнение в команде сталкеров мутанта разбежались разные стороны ухты хорошо до этих свободы сделала два шага мне на встречу протянул мне руку когда подошел к ней ответил группа пожить им из высокой травы вышел человеку белом халате и респираторе а по но я видел если честно скриншот этот сейчас кто-то будет то есть вы его знаете внимание шурик на ходу он убрал в карман туда поправил очки и галстук он шел медленно сон и считал что мы обязаны его ждать отличная работа сталкив потрясающие лифы рефлексы и у голос глухо доносить из-под респиратора одновременно из рации закреплены на одном из ремней а раз и юб твою мать я радиации прочитал это внимательнее все быть и у голос глухо доносился из-под респиратора одновременно из рации закреплены на одном из ремней но это я вижу на другом ремне детектор артефактов она и вижу которая уже видел у девушки на затоне ну да это славяна выходит он про нее ученый протянул мне руку закону резиную перчатку почти до локтя хмурый слегка отталкивающий взгляд демяненко александр сергеевич пушкин пионер я почти верен что из рации доносились не помехи ахмыканье это было местное научного комплекса который мы сдолгуемся и попременно охраняем я думаю что таким занимаются военные леса покосилась на небо они занимались но потом постепенно поумирали по разным причинам совместная охрана ученых одно из условий перемирия на янове впрочем это не приносит особо результата однако статья об адаптации простить ух блять только не надо научных терминов пожалуйста и таких фразочек их просто ненавижу однако статья об адаптации простейших мутантов к секс то есть это должна выйти достойный но думаю следует провести еще хотя бы один опыт проведем шурик мне нетрудно и пионер поможет да ученый уже не смотрю нашу сторону подходил границы поляна явно ожидая что мы проследуем за ним он чувствует себя начальником даже здесь лица взяла меня за руках пойдем быть небольшие экскурсии электроника просил передать что долг одной ногой у нас вооруженный и уже шкварит каждый патрон своими лапами я просто подумал на самом деле где-то в другом баре изначальному типа ниш баре на этом янове что долг одной ногой у нас вооруженный и уже шкварит каждый патрон своими лапами примерно так сталки хлопнула меня по плечу и подмигнула как всегда потом были а то шире куда-нибудь и вляпывается по дороге ну пошли мы гнали знайку белом халате который не собиралась останавливаться чтобы подождать нас выйдет и блять пошли 2 молча наконец-то бункер совсем скоро вышли на простор на поляну с массивным бункером который хорошо просматривался издали на его крыше сидели под навесом 2 stalker а ну да на его крыше сидели под навесом 2 stalker авто и самок новым но не получил ответа только что-то злобно пробуднила я кстати что-то вспоминаю стал киризов припяти что мы тоже а походили на как бы что-то тоже приходили к ученым опомнить были такие задания надо реально перепройти и сам махнула именно не получив ответа только что-то злобно пробуднила мне уже подбежал очередной свободовец с возвращением за это же 1 сумму бы ему товарища вставка ему почти вплотную тут выпрямился как страна поднимись-ка наверх и скажи волосоги и блять имена я не буду запоминать хорошо потому что это незначительно голосу бы блять я уже не помню тут кличек много было если честно в моде поднимись-ка наверх и скажи волосоги что если они будут спать на работе то шурик их сам знаешь а это эти вот который понял свободовец развернулся чуть ли не побежал к лестнице на стене бункера учен уже стоял двери однако прекрасно все слышал и притворялся что ему это не было интересно или не притворялась несмотря на имеющийся налет беззалаберности члена группировки свободы всецело уважали свои мидера не меньше чем добываться комсомолку это было видно за отряд своих бойцов показывал кулак те испуганно смотрели вниз свою те испуганно смотрели весь часа у затыл подождите опять что-то те испуганно смотрели вниз чесали затылки и наверняка чувствовали огромный груз вины дверь бункер открылась за ней через кропотный коридор была еще одна я вошел внутрь стояла рядом с лесой я вошел внутрь стоя рядом с лесу и входная дверь закрылась сама собой глаза закрой успел струи горящего воздуха и мелких капель и шумом отдали нас головы до 5 она я понял дезинфекция типа если неприятно жгло глаза глаза наверно умерли бы все еще к тяжелых металлических замков мы вошли внутри бункера ученый снял очки проводил ими по рукаву халаты опыта ученый снял очки ради вами по рукаву халаты и надел обратно быстро прошел по коридору ничего не спрашивают просто идем и мы пошли бункер ученок не внушил особо удоверен серый жирал и пропитанный запахом лекарств железный пол гудел прогибаясь под ногами все комнаты мимо которых мы проходили были пустые похоже что охрана сюда не заходит прилавок то ли такой то ли ремонтные тоже пустует за ним через решетку видный я не помню местность ну ладно здесь именно за ним через решетку видны ящики из дерева и железо контейнера для всех артах лучше всего научного хлама приглядываться не было возможности и желания я шел след за ширик за шириком сергеевичем так а вот оно что здесь и немного тут по-другому выглядит но типа я не помню реально я помню точно тень чернобыль тут все позвал припяти в основном блоки бункер ученых оживленно не было среди древних компьютеров огромных клуб с лампами прочих пока к живущей техники стояла девушка в белом халате она как и шарик булавочках еще одни защитные висели на шее его как закрытых перчатками почти до локтя была огромная стопка бумаги а вот она возвращаем александр сергеевич утренние отчеты готовы дальнейший анализ запущен на всех машинах частота воздуха помещений шурик даже не смотря на свое подчинение лишь указан на стол куда следует положить макулатуру детство 9 из 90 90 9,93 процента перенаправь мощности на усиленную очистку есть девушка положила стопку отчетов и застучал пальцами по клавиатуре компьютера висели огонька толкнул меня в плечо бейся особо ты с приветом что рыжая возмущенно подняла бровь желтогротик не успел передать фото господи успел женщина подойди пожалуйста ученая не двинулась места шурик смотря на нее сожив руки на груди воздух 99 97 процентов так пойдет была научная лаборатория снял респиратор шумно снова воздух носом так какие отчета в итоге то были то есть это касаемо что-то здесь короче гоночная лаборатория снял респиратор шумно тянул воздух носом пения это моя помощница старый научный сотрудник евгения семеновна девушка развернулась к нам всех улыбнулась казалось что она смотрит сквозь меня электроник передал вам привет спасибо что егения бессереманно вернулась компьютером шурик шагнул центр так комнаты нам столько и все нам сталкивать всегда нужна помощь гражданки из группировок не могут постоянно выделять людей работа понимаете ли расстаивать не знаю что же могут помочь ваше знание ну вот сработаетесь леса довольно хопнула меня по плечу шарик когда агрегат доделайте блондин сложил руки на груди до завершения полевых испытаний я не могу их его выдать лаборатория сейчас нет артефактов на которых можно было бы проверить и вы будете функции усиления я предполагаю в какой области должны быть необходимы образцы нам не нужны люди 2 ч присвистнуть еще бы дорогая нова обходится твои эксперименты ученые поправочки средним пальцем вы же понимаете что эти обстоятельства от меня не зависит того требует наука лаборатория повисло молчание лаборатория повисло молчание евгения не печатала стояла к нам спиной я не знал поддерживает ли она драматизм ситуации просто читать что-то на мониторе stalker это место очевидно любит не сильно вы знаете что-нибудь о возможности похода в припять если одновременно сменить тем и перейти к действительно важным для меня вещам чтобы не встревать в очередной конфликт я-то знаю знаю что без очкариков туда не попасть в смысле вы пионер в наших местах недавно я кивнул шурику после чего на хмыкнуло сделать еще более высокомерным чем раньше лица молчала известны походы к припяти сейчас охраняется мощнейшим пси-излучением появляется она разве не отключилась после тень чернобыля ну ладно здесь другое немножечко ну ладно окей монолитовцы без дела не сидят сволочи поставили каких-то генераторов или хрен пойми чего то о чем мы сейчас говорили напрямую касается этого вопроса наш наученный комплекс разрабатывает уникальный ретранслятор аномальной энергии данный аппарат сможет увеличивать уникальные эффекты оказаны актефактами людьми людей на несколько людей сразу одна такая штука и один африкат чтобы эти целые группы прямо по пси уста да да ладно ну ка еще раз серьезно такое возможно при прикольно автор придумал одна такая штука и один актефакт чтобы эти целые группы прямо по пси установки это то что нужно и нам и долгу чтобы закрепиться крепить его оригинально то я думал если честно что мы пойдем ну как бы сказать по правду при птене если мощности этой шайтан машинки вообще хватит чтобы противостоять монолиту для завершения испытаний вам не хватает только артефакты шарик кивнул евгения подошла к другому компьютеру стала набирать что-то уже на нем я его достану ты говорил что нужны люди так уж вышла что мне очень надо крепить и чем раньше тем лучше если они довольно зашагала по стальному пауз и стороны в сторону смешной ты парик пионер на поверь нужно в центр зоны не меньше на об этом месте трижды подумала не думаю что хоть один из яновских согласятся пойти с тобой такую зелень как ты шурик погубит и слезинки не прогонит так деле ученые замутима смотрел на меня неприятно что вы готовы к сотрудничеству приведите еще двоих и можем идти за артефактом хоть завтра чушь лица быстрым шагом вышла в коридор и не стал спешить шурик все еще наблюдал за мной если мы добудем артефакт когда можно будет прогресса прибить нам припять отправляться незачем на этот разговор судала страшно а страшный старший сотрудец я бы не спешу с такими выводами тем не менее попасть туда не так просто даже с нашими технологиями на это нужно много он поскрипел пальцем по резиновой перчатке на другой руке и поскрипел пальцем точнее ел он поскрипел пальцем по резиновой перчатке на другой руке ресурсов умеющих стрелять евгения развернулась облокотилась руками от стол мне же мы не можем полностью оценить мощность исходящего пси-сигнала нет гарантии что можно нейтрализовать полностью разве что есть места до которых сигнал доходит слабее лаборантка закинула голову услуну мы разбросили начальник надавался девушки крайне тяжело что вы имеете ввиду шарик сделал шаг ко мне значительно сократить дистанцию завалю тише прежнего весеного видели и пиону заместителя долго и читала ночь на работу еще университете и пиону я не видел пантеру видел а и пиону нет работа написанная в этих краях до катастрофы конечно же а вот оно что до 2 катастрофы имеется ввиду естественно может выслушали об обилиях подземных лабораториях расположенных на все территории зоны это цех нам на обязана знать путь из припяти ведь могла покинуть ее живой и здоровой а под землей будьте уверены все изучение будет заметно слабее так давайте по земле и тече что тут уж такого что тут и тупить серьезно он сделал шаг назад вернувшись на начальную позицию надеюсь если дело дойдет до настоящего похода то вы замолвите за меня словечко того требует наука сталкера что-то это подозрительно выглядит а почему-то сам с ней не поговоришь ширик осмехнулся слона и задал ему наивный детский вопрос а что действительно он не может свереть и церновные поговорить как бы если она сотрудник было и тут подземных лабораториях было и при этом не может пойти на раз так заинтересован припяти то тебе наверняка есть что предложить группировку блять вот это вот странно если честно выходит ученые то есть это церковь на это больше ученые аналоги до выходит на рассадок заинтересно она медик да она да вы конкуренты но если вы так ну ладно окей но раз это заинтересован припяти то тебе дико есть что предложить группировку да и мне как вещь приходится невольно выступать гарантом общего нейтролитентом 1 неверно одно неверное движение все ресурсы переселяют друг друга вас не поддерживают военный же не подошел к своему шефу они не подбираются так близко к центру сидят на своих кордонах те что были уже все того это тоже были ресурсы человек находимся не перебарщивать и тут нечестно конвойчик на поросе на неумение сражаться с мутантами и необходимость стабильно выводить из организма радиацию они умерли исключительно из-за собственных ошибок те что остались быстро вступили в эти ваши долгие свободы и сюда почему-то перестали захаживать интересно почему же я что-нибудь придумаю будьте готовы завтра идти на охоту хорошо сталки до скорого я улыбнулся в день и напоследок я действительно обрадовываю и упрощением в 1 кей что дальше что-то опять что-то не нажалось если честно несмотря на и внешнюю холодность отстраняю с ней сразу чувствую с нечто родное я пошел гриме сапогами по коллегам будки на надежде что лекса воды все же меня дождалась а я нихуя не другое удивление огромной радости так и вышло а решение довольно отсчитывала своего подчиненного из охраны услышал крохот стальной двери она посмотрела мою сторону тыс явился свободу из противогазе почесал резиновый лоб 5 с назад леса я не смотрел на него и отсюда наступал пытаясь остаться незамеченным что теперь догад наплел ничего я на ходу развил руками ничего такого не так и так работу нужно может электроника уговорю помочь леса подошел ко мне моментально меня есть в лице не в лучшую сторону она схватила меня за запястье и сильно сжал его смотрим в глаза ой да она что такая сильная что может сжать погубишь мне желтого тика клюшу его понял я невольно проглотил слюну слишком явно показывая сбоящие нервы девушка уже сало моей своей решительностью очкарику до людей не дело а я своих убивать не дам ты меня понял или нет ну ваших же интересах если честно если так подумать пройти в припять а вы за активность артефактами пойдем блять очкари куда людей не делая своих убивать не дам ты понял ли нет я понимаю если отпустим мой рука отступила наша все еще краснеет злости на хрена тебе это припять сдавай совсем с ума сошел сам гроб лезешь и другие тянешь ну вообще по идее я не понимаю то есть ваших же интересах вы же хотите в припять но при этом вы не хотите как бы тратить людей но по логике же да то есть вот как она допустим говорит что вот не хочет тратить людей и в припяти вообще идти и чтобы ну как бы ну да ладно я пустил я не хочу никого тянуть у меня есть причины так переживать и не только за себя успокойся прошу тебя вы же жалу правую руку в кулак но не подняла ее шумно и озлобленно вздохнула потом еще раз все еще прожигание взглядом на уже тише мы уже стояли около десяти секунд под аккомпанемента ветра не было слышно шагов свободу сухни по земле не по крыше бункера видимо они тоже замерли пошли плохо здесь тошни я не ответил просто последовал за весой который не собиралась меня ждать а нашего быстрым уверенным шагом совершенно не смотря по сторонам не знаю мне кажется сейчас что-то произойдет или какой-то диалог будет ну мы я думаю так быстро прямо сейчас не даем я не старался поравняться с ней лишь выдерживать дистанцию сидит чтобы к нам не подобралась какая-нибудь тварь на нем и дошли удивительно уже подходя к я на у вагонов неподвижного состава леса становилась и просто какое холодное железо и звонишь ему лбу поставила так как так какое-то время развернулась ко мне извините нет перенет ничего ничего бывает странного народ выйдем ее или нет хотя это должен понять дорога нам обходится перемирие ну как бы сказать я понимаю я правда понимал я знал каково это терять товарищей дать бы тебе пинка конечно за то что не вы мне 3 3 лишь ну ладно один раз как говорится пойдем на станцию короче ладно все пошли даже если вторая чем меня не простила мои отношения с не остались на достаточном уровне назвали так че даже если вторая чем меня не простила мои отношения с не остались на достаточном уровне я был искренне обравдан тем что избежал тотальный ссоры с половиной ядовы такой скандал был бы мне сейчас ой как не выгоден так вот сейчас мы на этом где-то серию закончим когда мы ушли в холл станции леса махнула мне рукой и скрылась на свободовской половине я решил пойти противоположном направлении времени все меньше пара действовать я спросил долгуса где можно найти их медика постучался в деревянную дверь перед тем как войти кабинете пиона была одна сидела за столом рассматриваю несколько бумаг зоне оказывается очень много бумажного лаки это я уже ранение облучился нет поговорить хотим но заходи так я вошел кабинет закрыл за собой дель поставил рюкзак на койкость она против медика черно-красном комбинезоне слушайте а сталкер пока секунд я думал с чего бы начать решил пойти ва-банк вы знаете как попасть припять вот единственное что мне удивило что это 9 ну что этот как-то ну в данном случае этот персонаж имеется ввиду 9 сказал то что мы конкуренты типы за проход припять тому подобное хотя по идее в принципе то перемирие они делают да это логично но если она знает как пройти это значит нужно оборудование и тому подобное но почему она и как бы не сговориться с этим с демьяненко вот именно я что-то этого не пойму типа чтобы они вместе сговорились так и пошли эту говорится конкуренту то есть это не в ее особых интересах выходит и пойти в припять вы знаете как выпасть припять нет и пиона ответила слишком быстро не макнув и глазом а если это касается всего мира девушка сложила руки на стол в замок это и так касается всего мира мы пытаемся защитить мир от зоны блять выпил кока-колу теперь мне или это от чтения и ты так касается всего мира мы пытаемся защитить мира зоны но естественно однако зона может помочь миру так стоп что или того что в ней находится о чем-то пение шутки мишу я еще тоже не понял и так обратилась ко мне как ко мне по моему прозвища видимо как смог уже сообщил и об утренних событиях за семей правда заманивает или для долго это не только на руку я в зоне новенький на полетел сюда не просто так вообще это секретная информация но без вашей помощи не смогу закончить свои дела кто-то такой индивидуальный предприниматель наемник и пиона откинула на свинку деревянного стула откинулась точение свинку деревянного стула половица протяжно скрипного до началось и когда по крупному моя работа вывоз территории припетской лаборатории экспериментальной вакцина тарак а по вот это уже интересно моя работа это вывоз территории припятской лаборатории экспериментальной вакцина тарака который разрабатывали до катастрофы вы же понимаете и ценность для всего мира если пиона не было холодным напротив на слегка лобную словно изучал уровень моей самоуверенности прекрасно понимаем я как медик полностью осознаю важность но наша группировка не всесильна и что мы сделаем с этого цены у вас нет контактов с военными а вот себя почему не выводить армейскую радиолуну по рации не попросить помощи если что-то пошло не так она продолжила улыбаться и казалось очень расслабленной сумма обсуждать совершенно бытовые вещи мои наниматели опасаются попадания столь ценных вещей в неудобные руки ну да они из военных кругов поэтому ваши связи наши связи есть или нет тебе не касается сталкер я молчал ты торопишься ограниченного времени заказчика так точнее указа через 2 дня плохо делом ребенок поскребу ногтем по пальцу бумаги на столе затем сложила руки на груди глубоко задумалась это она поскребу ногтем по листу бумаги на столе затем сложила руки на груди глубоко задумалась я решу прервать затянувшееся молчание бункере ученых мне сказали чтоб все излучение оставшиеся сейчас главным барьером припяти может быть не таким сильным подземных тоннелях его можно будет нейтрализовать если таможник голова закончив свой прототип и транслятора для артефактов ну вот да что-то вот ученые не ладит я не помню за припяти и вообще учу а ученые по моему тоже не совсем владели с этими с долгом свободы да если честно что такую по моему припоминаю еще что там можете исправить шурик хитрый лис да видим александр сергеевич и не любит никто я не прошу помощи для себя а пионер мечты перебил мне слишком резко я удивленно посмотрел глаза не неси чепухи сталкер я прекрасно понимать что вместе со всеми мы поможем твоему кошельку но вы поможете дело не в деньгах не только в них у меня все еще остался аванс и я дам его целиком если потребуется либо куплю себе снаряжение для похода у вас напрямую если вы не принимаете пожертвований все же вакцина и пила накинула хорошо я передам комсомолу китры свой если на согласится мы соберем людей у отлично ты сможешь добыть на влит трансляторы нужный артефакт очень постараюсь принято через два дня в какой день на координат у тебя рано утром контейнер собак остальные вакцины нужно постараться добыть уже послезавтра координаты прими но позвольте не разглашать их замене хорошо сейчас это не играет роли то есть ладно и пиону фиона я хочу называть ладно если она соглашается как бы с нами эти токи хорошо сейчас это не играет роль пойдем я закрою кабинет девушка стала из-за стола задвинула стол сложил бумаги стопкой так лучше в коридор щелкнул замок опиона брала большой стопы ключ в разгрузочный жилет и позже нет лидера долго я вернулся в бар там было немноголюдно тут по моему с права кто-то стоял вроде как и да не пахло шума не было даже музыка играть из обычного хотя была середина дня и не сразу понял что случилось заднего столиков можно было увидеть две светлые головы электроник скучал стоя на попасть в своемке которая согнулась на столиком положил голову на сложные руки проводницы видимо зале мало раз даже бармен ее пожалел и приглашу музыку значит должно быть знатно поработала я подошел к своим знакомым так электроник многозначительно посмотрел на меня давай понять что лучше не шуметь ну ладно это уже давайте в следующей серии потому что действительно это серия уже вышла такой длиннющий и так что мы из этого принципе узнали значит так она нужна ретранслятор вот эту тут в общем артефакты добыть для ретранслятора и мы можем просто по подземным тоннелям пройтись и в припяти да все и мы зайдем туда так и что это выходит тогда но по-моему что значит если это вакцина как и пионус как мы узнали что нужно вакцину добыть хотя хер знает правда это или нет в общем и случается так что мы не можем разглушать это особо информацию и выходит что мы туда будем вакцину еще и конец и квит действительно будет хз но давайте ладно попробуем ладно надеюсь что нам помогут быстро и надеюсь что не так уж сильно все затянется ладно всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео всем пока братья сталкеры блин если честно скажу по чесноку здесь не цепляет еще сюжет вот правда пока что нет